Деревня на берегах Клязьминского водохранилища когда-то обосновалась на обширных пустошах по обеим сторонам реки. Давно это было. Сегодня в деревне проживает до двух тысяч жителей. А ее официальное лицо это уже не церковь, а Дом культуры. ДК имеет достаточно хорошее оснащение, поэтому у нас много разных возможностей. И жители близлежащих деревень смогут приезжать к нам на мероприятия, на занятия. Дом культуры, гордость сельчан и центр общественной и культурной жизни, где смешались все поколения. Здесь главный центр притяжения. Те, кто приезжают в Новосельцево впервые, приезжают еще не один раз. Некоторые из них становятся коренными жителями. Здесь жили землепашцы, садоводы, рыбаки и мастеровые. А сегодня очень много поющих детей из популярного хора Душегреи. Ну готовы хоть? Да! Детки, как всегда, веселые, энергичные, активные. Заряжают энергией и меня, и публику. А петь им предстоит для мам, пап и бабушек. Для них они и учителя, и наставники, и хранители традиций. Я помню свою прабабушку. Моя прабабушка родилась в 1873 году. В 75-м, пардон, в 75-м году. Фамилия моей прабабки была Лунькова. У нас было в деревне очень много Лунькова. Сейчас не осталось совсем. Деревня очень изменилась, кардинально. Конечно, деревня сильно изменилась. А вот детские голоса и характер новосельцев тот же задорный. Поздравляем и мы новосельцев с их 438-м днем рождения. И все у них впереди. Сергей Берзин, Максим Силаев, Первый Мытищинский.